Это итоговый выпуск новостей в студии Анастасии Драга на ближайшие полчаса о главных событиях за неделю. Жители поселка Степное озеро обеспокоены будущим своей малой родиной. Здесь спустя полгода громких судебных разбирательств вокруг предприятия Кучуксульфат наконец решился вопрос его руководства. По данным госреестра, им стал менеджер из Воронежа. Напомним, в июне Кучуксульфат деприватизировали. Как сегодня живет градообразующее предприятие и о чем беспокоятся жители, узнавала Анна Рашагирова. Еще на подъезде к Степному озеру высятся дымящие трубы Кучуксульфата. Ежедневно на этом заводе трудятся почти полторы тысячи местных жителей из шести. Так что у каждого из здешних родственник, друг или он сам, напрямую связан с промышленным гигантом. Да и вообще для самого поселка предприятие в свое время сделало немало. Блестит обновленный центр, отремонтирован ДК, повсюду клумбы. С виду город, а не поселок. Рабочие места это, наверное, самое главное для поселка в принципе. Во-вторых, он отапливает поселок. Также, ну вот все, что строится на поселке, все, что делается, это благодаря помощи Кучуксульфата. Церковь построена, дороги, ну это все при помощи. Ну что будет теперь при новом руководстве, пока жители рассуждать не берутся. Напомним, по решению суда все акции прежних собственников перешли к государству. Процесс деприватизации тянулся больше полугода. Слушания шли по 12 часов. А сам процесс приковал к себе взгляды со всей России. Ведь происходящее создавало прецедент. Решение, на мой взгляд, было готово уже. Поэтому она сегодня так днала, 12 часов, и надо было закончить. Ну, что сказать. У меня сложилось впечатление, что человек не разобрался в приватизации и не вникал. Накануне стало известно, что новым гендиректором Кучуксульфата стал воронежский менеджер Павел Крючков. Представители завода только в ожидании нового начальства. Говорить с нами о текущем положении дела уж тем более о планах не стали. Администрация поселка и района тоже. А жители признаются, пока в подвешенном состоянии. У меня сестра там работает, у меня дядя там работает. Сейчас они пока живут так, как жили до этого. Ну, знаете, как, ну, не могу пока сравнить то, что вот участник был и то, что вот государство. Потому что вот только небольшой промежуток прошел времени. Но уже за кадром добавляют, может, будет лучше. Или, цитата, выжмут все и бросят. Зато как-то сомнительно настроение тех, кто работает на предприятии. Знаете, я, честно говоря, не знаю, потому что я только пришел с армии и работаю всего месяц. Слышал, что сейчас сокращают немного зарплаты, там, всякие льготы урезают. Совпадение или нет, но именно сейчас на предприятии стали увольнять сотрудников. Причины, говорит один из работников, находятся самые разные. И зачастую невеские для увольнения. Сотрудник предпочел скрыть лицо. Мало ли чем обернуться рассуждения. Ну, у нас, можно сказать, сократили на процентов 15 зарплату. На процентов 15 зарплату, а людей? Людей у нас до уменьшательства прибавляется. Постоянно до одного уволили, мы ищем других. Сейчас вот опять мы дорабатываем, скоро проверка. Дальше вроде мы как должны будем еще месяц работать. Но из-за того, что у нас там все вверх тормашкой, то мы еще не знаем. Может, нас всех поувольняют, и мы просто уйдем. Между тем, ставить точку в вопросе передачи акций пока рано. По источникам сайта Толк, бывшие акционеры вновь готовятся к суду. Они собираются подавать кассационную жалобу в сентябре. Люди направят иски тем акционерам, у которых они приобретали ценные бумаги в 2009 году. И потребуют вернуть и стоимость акций, и миллиардные инвестиции, которые вложили в завод за почти 15 лет. Но что же будет с самим городообразующим предприятием и Степным озером? Остается догадываться. Три больных онкологии на ранней стадии. Такую статистику подводят в 14-й поликлинике Барнаула после первых недель работы особой системы. В медучреждении связали в цепочку нескольких специалистов, чтобы вовремя реагировать на серьезные нарушения здоровья пациентов. Как работает схема и оправдывает ли себя? Расскажем далее. На первых симпромах мы должны заподозрить и бежать к нашему доктору. Как детям, Любовь Попова объясняет пациентам, как не запустить болезнь. Она работает на передовой, в смотровом кабинете. И от ее взгляда зависит многое. Например, нужно ли человеку обследоваться. Какие-то родинки, которые меня смущают, которые дают рост. Какие-то вот такие наросты или шелушения. Одна из опасных болезней современности – рак. Врач осматривает кожный покров, полость рта, лимфоузлы, женские органы и делает специальные пометки. В 14-й поликлинике решили по-новому бороться с онкологией. Сейчас у нас есть система, которая обязательно заключается в патологии смотрового кабинета. Специалисты уже разбирают, кому что посмотреть. Я или к онкологу, или к гинекологу, или к терапевту. Ну вот уже видно онколог. Онколог здесь достаточно. Почти что каждый день направляют ко мне пациентов из смотрового кабинета. Вот здесь вот пациентка образования на коже правой молочной железы под вопросом. В российском среде Алтайский край на средних позициях по уровню заболеваемости рака. И тем не менее, по данным портала, если бы точным, на учете почти 71 тысяча жителей. Новых случаев больше 10 тысяч. И никто не застрахован. Однако вовремя определить страшные заболевания возможно. Для этого здесь связали одной электронной таблицей смотровой кабинет и онколога. Одно дело заподозрили на этапе смотрового кабинета. Другое, когда он дойдет. И дойдет ли он, соответственно, до врача. Вот мы за счет электронного сопровождения появилась возможность, во-первых, записать, а во-вторых, отследить, а пришел ли этот пациент. Принцип простой. Онколог сам звонит пациенту из списка и назначает ему прием. В течение двух недель я ее к себе запишу. Но если пишут, например, кушеры, что что-то срочное, они, например, переживают, то я в течение суток ее приму. Главный врач Дмитрий Денисов не скрывает. Эту систему ввели так, как доступность врачей в перегруженной 14-й поликлинике города объективно минимальна. Кстати, схема уже дала эффект. За прошедший месяц здесь выявили три первичных онкобольных. А с приездом в новый корпус здесь планируют подключить к системе еще и терапевта для выявления других серьезных болезней. Анастасия Драган, Вадим Быстревский, День с толком. На этой неделе вернулся из долгой командировки в ЛНР Андрей Макин, главный врач краевой больницы скорой медицинской помощи. Месяц он провел в Луганске, где оперировал раненых и гражданских с травмами брюшной полости. Чтобы поехать на Донбасс, главврач взял месяц без содержания. За день луганская больница принимала несколько десятков пациентов. Там в основном шли повторные операции после первичной операции. То есть там в полевых условиях зафиксировали, стабилизировали наводящие швы и сразу на эвакуацию. А мы уже там реконструкциями занимались, доделывали то, что там пропускались. В условиях они иногда на передовое там оперировали, чуть ли не на коленях, на носилке, колени, обстрел, и они оперировали. То есть на опалу. В основном ранении там были минно-взрывные, идет перестрелка артиллерийская. Ну и мины, снаряды, вот взрывные вещи по этому. И когда уже начали принимать европейского стандарта снаряды и мины, которые не звучат, беззвучные, это все внезапно. Ну и нужно понимать, что там наводчики, которые корректировали огонь, предостаточно. Наша универсальность еще в чем заключалась? Вот там это показалось. Мы туда приехали, мы можем любой орган прооперировать. Они говорят, коллеги, у нас так не принято, тут есть специалисты такие. Я говорю, да пока специалисты придут, мы уже все прооперировали. То есть почки, почки, печень, грудная клетка, все что угодно, готовы были оперировать сосуды. Ну, рекламе старались это самое выдерживать. Прооперировали, коллеги придут, мы покажем, что убрали. Они говорят, да, в истории зафиксировали. Ну, а помимо этого же еще и обходы в отделении, в реанимации. То есть работа такая. Мы и ночью, ночью могли на экстренные вещи вызывать, то есть привезенные. Мы же видите, эти оперируем только раненых, мы еще и гражданских, там, ДТП, еще какие-то события. Специфика в чем заключается? Вот больница, у нее какова специфика? Это ДТП, экстренные все вещи, которые случаются, падение с высоты, ДТП, производственные травмы. Там поле травмы присутствует всегда. Плюс в больнице в тяжелые годы 90-е огнестрельные ранения для нас были неудивительны. То есть, к сожалению, тогда, когда передел в собственности был, стреляли кто и как и везде. Макин признался, что просился на передовую, но его не пустили. Работы хватало в самой больнице. Но что касается потенциальной опасности, мужчина сказал, что не боялся. Говорит, там все ощущается относительно. Ты выходишь на балкон, а там канонада все сверкает, и видно, как дрон избивает у ракеты. Все это 50, 60, 100 километров, это сейчас современно не о чем. Сам город, он где-то около 700 тысяч был. Они говорят, что в 2016-2015 году снизилось население только в городе до 200. А сейчас уже, как говорят, за последние два года, там и видно, жизнь оживилась, люди стали возвращаться. В больнице бросалось в глаза, что большое количество женщин работает врачами. Это вообще удивительно, конечно. По сравнению там с 2014-2016 годом, за последние два года, они сами отмечают, что путем, во-первых, что гуманитарные вещи – это раз. Возможность появилась закупочную деятельность осуществлять. Материальная база, конечно, лучше стала, но оставляет желать лучше. Это все там прекрасно это понимают. Люди живут обычной жизнью, работают рестораны, магазины, то есть видно, что оживилось. Ну, конечно, много военных, это бросается в глаза. Ну и стройки, идут стройки, строятся дороги, там рядом с больницей госпиталь строится, прям на глазах. Я каждое утро вставали, смотрели, что изменилось. Строят наши бассейны, дороги, больницы. Связь налаживают, там проблемы с водоснабжением, она давнишняя, то есть у них ночью воды нет. Воду отключают, во многих районных поселках нету просто света. И поэтому сейчас там медицинская помощь сконцентрирована, конечно, на Луганске. Если будет появляться необходимость, то с удовольствием поеду. Потому что там реально нужна помощь, правда. Там и устали люди уже от этой жизни, ну и молодые, много очень молодых докторов. И поделиться, и подучить это святое дело. А самое главное, что там наши бойцы, которым нужна эта квалифицированная помощь на этом этапе, чтобы в дальнейшем реабилитироваться, можно и долечиваться. В Алтайском крае остается напряженная ситуация на воде. Каждые выходные печальная статистика пополняется новыми утонувшими. Спасатели регулярно напоминают жителям о том, что купаться на неорганизованных пляжах опасно. Только за эти дни они проверили 178 неорганизованных мест. И тем не менее, с начала года в реках и озерах краю тонуло 35 человек. Чтобы ЧП прекратились, спасатели учат барнаульцев, как вести себя на воде и как помочь утопающему. Мария Мацаева продолжит. Берег Аби – дикий пляж за новым мостом. Купаться здесь официально нельзя, но кто запретит? Так рассуждают многие барнаульцы и семьями приходят на берега, где за отдыхающими никто не смотрит. Так и случаются трагедии. Буквально две недели назад, с последних наших сборов, лично мне пришлось спасать одного из членов нашей команды, пока мы сплавлялись по порогу девичьей. Алексей сориентировался в непростой ситуации и трагедии удалось избежать. Но так бывает не всегда. С начала года в Алтайском крае утонули 35 человек. Четверо из них – дети. Как вести себя, если рядом с вами кто-то тонет, спасатели объясняли буквально на пальцах. Транспортировать его сзади. Первое, что сейчас делают спасатели, нужно удалить ему воду из легких. Все, перевернули, похлопали. Помочь можно из берега, используя бутылки или коряги. Другие действия, если у вас есть лодка. А почувствовать себя настоящим спасателем и помочь тонущему человеку мы отправимся с командой профессионалов. Задача свидетелей – быстро подплыть к тонущему, схватить под руки, поднять на лодку и сделать все, чтобы он задышал. Два вдоха, 30 нажатий. Но чтобы мамы и папы могли предотвратить трагедию на воде, спасатели настоятельно рекомендуют следовать простому совету. Ни в коем случае нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения у воды. Дети должны быть обязательно под присмотром. И немаловажный фактор – это должен быть оборудованный пляж, если вы приняли решение искупаться. Если уплывешь, то ты обратного пути уже не найдешь. Вас уже будут спасать. Вот они уже были такой жертвой. Только за прошедшие выходные в Барнауле утонули трое взрослых. Один в районе санатория Опь, еще двое – в поселке Ильича. Спасатели призывают жителей быть внимательными к тому, где и как отдыхать этим летом. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. Грядущая зима обещает быть теплой. По крайней мере, об этом заявляют представители краевого Минстроя. По их словам, в Алтайском крае уже идет активная подготовка к отопительному сезону. В частности, на угольных площадках в Локтевском районе уже и сейчас формируют топливные запасы. Напомним, в прошлом году жители Локтевского района замерзали в своих домах из-за нехватки черного золота. О критической ситуации узнал даже президент страны. Может ли ситуация повториться, узнавала Валентина Аскерова. Вот, купили уголь заранее в этом году. Породы вообще не было в этом году. Хороший уголь. Четыре тонны топлива будут согревать в холода Светлану Азарных и всю ее семью. Запаса хватит на весь зимний сезон. В этом году семья позаботилась о покупке топлива заранее. Ну, обычно мы покупаем в августе-сентябрь уголь. В том году были проблемы с углем, поэтому решили в этом году купить пораньше. В этом году проблем не было. В начале июня мы купили. Ой, цена была 3,300, по-моему. Четыре тонны, 15 тысяч у нас уходит по деньгам. А в том году у нас, получается, мы две с половиной тонны на эти деньги купили. С июля деньги лежат. Шоферам позвонил. Все, по 20, по 30 человек. За очередь у нас угля нет. В начале декабря прошлого года мы рассказывали о жителях поселка Масальский Локтевского района. Больше месяца люди не знали, где купить тепло. В районе возник острый дефицит топлива из-за перебоев с поставками из Казахстана. Люди выживали как могли. Искали уголь, заказывали из краевого центра за 400 километров от дома. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. Нам теплее стало. Нам ребенок первый раз лег в ночнушке спать. Они ни в сапогах, ни в носках чередяных, ни в кофтах. Чтобы ситуация не повторилась в мае этого года, правительство края решило повысить предельно максимальные цены на уголь. Более чем на 20%. Но при этом, если люди будут покупать уголь выше предельной стоимости, они могут рассчитывать на компенсацию. На это по инициативе губернатора Виктора Томенко заложен 1 миллиард рублей из краевого бюджета. Допустим, предельник был 3 500, стал 4. Он купил за 3 900, ему 400 рублей компенсировали. Сейчас, допустим, с 1 июля, так как предельники по Алтайскому краю поднялись на 4,3%, то ему там компенсируется получается 17%, то есть уже разница 350, к примеру, рублей. Компенсациями могут воспользоваться любые категории граждан. Главное предоставить в органы местного самоуправления платежные документы покупки топлива. За компенсациями в край уже обратилось порядка 600 человек. Тем из них, кто обратился с заявлением в июне, уже выплачено порядка 500 тысяч рублей. Остальным выплаты поступят в августе. Площадка с углем в горняке – 8-9 тысяч тонн топлива. Предназначено оно как для теплоснабжающего предприятия, так и для продажи населению Локтевского района. Для населения поставлено порядка 14 382 тонны, реализовано для населения 12 182 тонны. Это порядка где-то реализовано, то есть по населению это где-то 55%. Но это с тех площадок, которые мы мониторим, находятся непосредственно наши территории. Жители тоже уже научены горьким опытом, с мая месяца уголь приобретается, то есть на два месяца раньше люди стали приобретать уголь. На сегодняшний день потребность жителей края – порядка полутора миллиона тонн. Сейчас в продаже имеется 90 тысяч тонн. Минстрои заверяют, что уголь есть на всех угольных площадках края, и запасы постоянно пополняются. Это регулярно контролируют представители краевого Минстроя. Переживет ли Алтай осенние и зимние холода, а в тепле – узнаем уже через пару месяцев. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Второй месяц лета закончился все так же без комаров, куда делись кровососущие. Ответ на этот вопрос дают ученые. Комаров в момент спаривания сдуло ветром, из-за чего насекомые не смогли отложить личинки. Людмила Комарова предположила, чем это грозит для экосистемы. У нас до сих пор практически нет комаров. Если другие насекомые как-то залетают, то комаров нет, потому что пора, когда они спаривались, откладывают они яйца в любой водоемчик. Консервная банка с водой, мусорная корзина в городе стоит. Они в любую емкость, жидкость откладывают яйца. А так как их сдуло, и личинок больше нет. Прогноз можно сделать, вообще это неблагодарное дело делать прогнозы, но любая трофическая цепочка, она состоит из определенных звеньев. Комары это прекрасный корм для насекомоядных птиц, для лягушек, для стрекоз. И если сейчас их не будет, следовательно на смену этого трофического звена придут другие насекомые, скорее всего из двукрылых, потому что отряд двукрылые, это наиболее современный, продвинутый отряд из всех насекомых. Следовательно, более крупные, которые более устойчивые, более мобильные. Любое место освободившееся его займут. И не обязательно аналогичные. Экологические аналоги это не систематические аналоги. То есть не обязательно это будут комары. Хотя, может быть, в силу того, что сейчас происходит в мире, вполне могут появиться насекомые, которые будут делать боль. Это из рода анофилис или аэдос, которые смогут забирать больший объем крови. И это чревато тем, что они смогут заражать человека различными той же лихорадкой зика, которая вот бушует в Таиланде. Ну, я не говорю, что это так будет, как вероятность, что эти комары, они чуть крупнее, они лучше летают, и они, у них посадка на кожу, она у них практически вот приземляется, и его снести будет с поверхности кожи или сбросить будет очень трудно. Подержать в руках огнестрельное оружие, пострелять из лазерного пистолета, преодолеть полосу препятствий и проехать на БТР. Для алтайских журналистов такие спортивные развлечения были в новинку. Впервые в крае прошли военно-спортивные игры с участием СМИ. Местом проведения стала база спецназа «Легион» в Новоалтайске. Как это было в репортаже Валентина Аскеровой. Предельная концентрация прицеливания пуск. Десятки журналистов проверили свою меткость под опытным руководством спецназа. После примерили их экипировку, общий вес которой больше 10 килограммов. Для хрупких девчонок серьезная ноша. Обычно сотрудники спецназа экипируются всего за 30-40 секунд, но журналисты это явно будут делать дольше. Вот эта часть экипировки называется «Черепаха». Вот и я буду одеваться как черепаха. Проигравших в этапе экипировки не оказалось. Защиту надели все, пусть и дольше обычного. Так впервые журналисты участвуют в военно-спортивных играх на базе спецназа «Легион». Отработка тактических приемов, а после маскировка специальной краской. Это позволяет быть максимально незаметным. Это не видно лицо получается в инфракрасном диапазоне, в прицелах ночные и прочие вещи. А обычный человек может купить такую краску? Я сомневаюсь в этом очень глубоко. Далее полоса препятствий. Сначала мастер-класс по прохождению показали сотрудники спецназа, затем журналисты. Парням полоса покорилась в считанные минуты, а вот из девушек рискнула только одна. Главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Ведерникова. Вы знаете, адреналин играет в крови, эмоции прут, и просто думаешь, жизнь в кайф. Самое сложное, наверное, вот эта стена все-таки на нее вскарабкаться, потому что, знаете, вот так, если образно говорить, для каждого у нас есть какие-то стены по жизни, да, ну, образные такие, мы тоже на них карабкаемся. А это реально физическая стена, которая говорит, если ты смог делать это физически, то любую психологическую стену ты в 100% преодолеешь. Какое самое сложное препятствие было? Ну, рукоход, вон те турнички, лестница длинная такая. Чем это сложно? Ну, это просто нужно цепляться, раскачиваться и пройти это. Ну, а так в целом нормально. Также для представителей СМИ организовали выставку показ вооружения. Самых ярых участников военно-спортивных игр прокатили на бронетранспортере. Каких-то 30 км в час укачивало знатно. Ребята вообще, парни, прошли отлично. Особенно первый, да и у всех хорошо прошли. Тем более девушка. Я вообще удивился, что девушка перелезет через забор. В конце необычных спортивных игр каждый получил медаль. Символическое поощрение приятно, но запомнят участники эти испытания по другой причине. Как минимум каждый испытал себя еще в одной сфере. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok